Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Тут я развлекаюсь. Я подумала, что если придётся одевать маску где-то, будут приставать, а мне будет влом или некогда особо разбираться, или ждать полицейских, или ещё там что-то доказывать. Я подумала, чтобы не пропадать рекламному месту, а маска на лице – это свободное рекламное место. Ты можешь сказать, продаю рекламное место, а я ещё подумала, что я вот такое себе сделала. Нюрбернг ждёт вас. То есть я, если меня принудит одевать, я одену, и тот, кто принудит, он будет читать вот эту надпись. Я тут сижу, и сейчас я буду её доделывать. Так, чтобы надо, вот когда она раскрывается, её там тоже надо прописать. И помендуя заняться таким художественным творчеством. Чтобы нервы были крепкие, чтобы было хорошее настроение, наш народ смекалистый, ещё что-нибудь придумает интересное, так, чтобы мало не казалось. Что это не какое-то там повиновение. А вот у нас будут вот такие вот вещи для фашистов, которые принуждают людей дышать углекислым газом, губить своё здоровье, особенно детей, когда принуждают это делать, подростков. Потому что это, получается, все фашисты, кто в этом участвует. И никакой жалости к ним быть не может. Этим продавцам или кассирам, или ещё кто-то. Если вы помогаете фашистам, то вы уже являетесь исполнительными, карательными органами. Соответственно, вас всех ждёт свой Нюрнберг. И военный трибунал, который не знает сроков давности. Ну, начнем, заканчиваем. Так что у меня ещё много всяких дел других интересных. Вот такая у меня получится симпатичная... Ва! Ой, симпатичная такая у меня будет масочка. Ну, надо будет ещё что-нибудь придумать. Вот так вот.